МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По этой теме вы можете задать, позвонив к нам в студию прямо сейчас по телефону, который вы видите на ваших телеэкранах. Отвечать на них будет прокурор отдела по соблюдению права и свободы граждан прокуратуры Республики Крым Виталий Коваленко. Виталий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Виталий Александрович, расскажите, пожалуйста, в чем разница между льготниками федерального уровня, федеральными льготниками, и льготниками региональными? В первую очередь это зависит от источника финансирования самих льгот. Федеральным льготникам предоставление льгот в мер социальной поддержки финансируется за счет средств федерального бюджета. Региональным льготникам, соответственно, предоставление таких мер финансируется за счет бюджета республики. В чем еще различие? Это то, что федеральные льготники своими льготами и мерами социальной поддержки пользуются на всей территории Российской Федерации. Региональным же льготникам предоставление этих мер соцподдержки будет осуществляться исключительно в пределах Республики Крым и в соответствии с нормами республиканского законодательства. Спасибо. А скажите, пожалуйста, в какие органы необходимо обращаться к гражданам для оформления мер социальной поддержки по этому вопросу? Куда можно обратиться? Департаменты труда и социальной защиты населения администрации городов и муниципальных районов, где они проживают. Для оформления таких мер соцподдержки, как предоставление льгот по оплате коммунальных платежей, по льготному проезду в общественном транспорте, как федеральные льготники, так и региональные льготники обращаются в Департаменты труда и социальной защиты населения. А какие категории граждан имеют право на получение ЕДВ? Предоставление ЕДВ регулируется, как и остальные меры социальной поддержки, как нормами федерального законодательства, так и нормами регионального законодательства. Федеральным законодательством предусмотрено более 50 категорий граждан, которые имеют право на получение ЕДВ. Все 50 перечислять не буду. Основными из них являются инвалиды войны, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами в годы Второй мировой войны. Инвалиды всех групп, дети инвалиды, а также граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне. Размер ЕДВ для федеральных льготников варьируется в зависимости от категории и может составлять от 505 рублей для лиц, которые проживают либо работают на территориях, которые подверглись радиоактивному загрязнению с правом на отселение, и до 59,5 тысяч рублей для героев Российской Федерации, героев Советского Союза, а также полных кавалеров у Ордена Славы. Ежемесячная денежная выплата, которая выплачивается в соответствии с нормами федерального законодательства, подлежит ежегодной индексации с учетом инфляции в стране. Также предусмотрена возможность перерасчета ежемесячной денежной выплаты. Применимо это к инвалидам и производится она в зависимости от того, если изменилась группа инвалидности, то есть в сторону увеличения или в сторону уменьшения, в зависимости от того, какая группа инвалидности гражданина установлена. И осуществляется по мере того, как в учреждение пенсионного обеспечения поступает соответствующая выписка из акта свидетельствования, которое направляется учреждением медико-социальной экспертизы. Республиканскими законами также предусмотрена ежемесячная денежная выплата для ряда категорий граждан, которые перечислены в наших республиканских законах о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым, о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, а также законам Республики Крым о ветеранах труда Республики Крым. Спасибо. Я прошу прощения. Давайте остановимся на минутку на этом. У нас звонок от наших телезрителей и затем вернемся и продолжим нашу беседу. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я вам хотел бы такой вопрос задать. Я анималия вторая группа уже лет как 30. Я получаю это по анималийству все льготы. А вот сейчас вот это по закону, русским законам, вот это депритация населения Крымской татару. Так. Я ничего, никакой льготы не могу получать. Мне там проездно, но это, в общем, льгот я не получаю. Я только по инвалиду получаю. Мне можно ли вы будете привезти вот это присообразимое льготы, там какое, 25 или сколько, на сына, чтобы на счету не перестать делать эту справку. Так. В чем ваш вопрос? Вот такой вот. Вот это вопрос, ага, все, больше у меня нет ничего. То есть ваш вопрос, правильно ли мы поняли, то есть заключается в том, имеете ли вы право на какие-то льготы, да, как реабилитированные, если вы являетесь инвалидом, так? Да, да, очень спасибо. При этом, и получаете льготы по инвалидности. Да, 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 вот правильно, вот правильно, да. Спасибо большое. Ваш вопрос понятен. Понятен. Ну, если что касается ЕДВ, о которой мы сейчас говорили, то если гражданин может обратиться за назначением ЕДВ, как по основаниям предусмотренным федеральным законодательством, так и по основаниям республиканским законодательством, одновременно такая выплата назначена быть не может и та, и та. То есть надо выбирать. Гражданин сам выбирает или ту, или ту. Ну, если руководство финансовыми соображениями, то гражданину я порекомендую обратиться за выплатой в соответствии с нормами федерального законодательства, потому что она для инвалидов больше. Ну, а размеры, которые предусмотрены республиканским законодательством, подлежат ли они индексации, ну, расскажу в дальнейшем в своем выступлении. Ну, в принципе, имеют право также, да, как реабилитированный бесплатный проезд. Да, да, да. А если что касается этих мер соцподдержки, он может обратиться в соответствии с республиканским законодательством, получать предусмотренные для реабилитированных граждан меры в виде компенсации расходов на коммунальные платежи, льготный проезд и иные, перечисленные в соответствующем республиканском законе. Спасибо. Мы остановились, говорили, да, о размере ЕДВ для конкретного гражданина. То есть это может быть разный, да, размер зависимости. Вот может ли он, кстати, отличаться в зависимости от того, получает ли человек полный набор социальных услуг в натуральном выражении или нет? Вот зависит от этого? От этого зависит. Набор социальных услуг, он сам, затраты на его предоставление гражданину как раз таки осуществляется за счет ЕДВ, которое ему выплачивается. Здесь следует остановиться на том, что же такое у нас набор социальных услуг. Он включает в себя медицинскую составляющую, санаторно-курортную составляющую и транспортную составляющую. Медицинская составляющая, она подразумевает под собой предоставление гражданину бесплатных лекарств в соответствии с рецептами, а также медицинских изделий, что касается детей и инвалидов, также предоставление соответствующего лечебного питания. Санаторно-курортная составляющая подразумевает собой предоставление гражданину при наличии на то показаний санаторной курортной путевки в соответствующие учреждения. Транспортная составляющая подразумевает под собой бесплатный проезд к месту, где он будет проходить это санаторно-курортное лечение и обратно. Гражданин, как я уже сказал, набор социальных услуг финансируется за счет ЕДВ, удерживается из ЕДВ, которую получает гражданин. Если он хочет, он может предоставляться как в натуральном виде, так и в денежном эквиваленте. То есть, если гражданин хочет получить, попросту говоря, на руки больше денег, он должен подать заявление об отказе предоставления ему набора социальных услуг в натуральном выражении. Причем он может отказаться от этого набора как в целом, так и от одной его составляющей. Частично какие-то отдельные услуги. Да. Причем достаточно подать такое заявление один раз, и последующее ежегодное подтверждение своего заявления не требуется. До тех пор, пока гражданин, соответственно, не передумает и подаст новое заявление. Единственное, что нужно сделать, это, если гражданин пришел к такому решению, заявление нужно подать, успеть подать до 1 октября текущего года. И действовательно начнет с 1 января следующего года. Спасибо. Давайте послушаем. У нас есть вопрос от телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, задавайте ваши вопросы. Я бы хотела, это, это Абду Романова Сынье, вот, со строгановки, вот, я хотела бы задать вопрос, вот, по поводу, вот, смотрите, по материнскому капиталу, вот, разрешается, да, к одним регионам, там, приобретать автомобиль, а другим регионам, например, нет, вот, например, Крыма, да, это не считается ли ущемлением права, то есть одним можно, а другим нельзя, хотя нуждающиеся, что Крыму, что в других регионах, одинаковые. Спасибо большое за ваш вопрос. Что можно пояснить? Ну, материнский капитал не совсем относится к теме нашего сегодняшнего, нашей сегодняшней теме, которую мы обсуждаем. Это нельготная категория граждан. Да, это нельготная категория граждан. Которая имеет право на получение материнского капитала. Ну, что могу порекомендовать заявителю? Он может обратиться к нам на прием, и, соответственно, я подготовлюсь к тому, чтобы ответить на этот вопрос. У нас прием осуществляется каждую пятницу, ну, в правлении, в котором я работаю. Ну, также, думаю... В республиканской прокуратуре, да, на Севастопольске? Да. Ну, и, думаю, будет этому посвящена также отдельная передача с учетом актуальности вопроса. Да, спасибо. Действительно, вопрос хороший, его стоит изучить, посмотреть, действительно, в каких регионах применяется, да, такая практика. И может ли, имеет ли право вот местные органы, власти принимать такие решения, вот по что говорит федеральное законодательство. Ну, это надо изучить и посмотреть. Вопрос действительно, было бы хорошо, если бы в Крыму также разрешили использовать материнский капитал, в том числе и на приобретение транспорта. Да. Скажите, пожалуйста, а если гражданин одновременно имеет право на обращение за назначением ЕДВ в соответствии и с федеральным, и с республиканским законодательством, могут ли назначить такие выплаты одновременно? Ну, при наличии по нескольким основаниям, как по федеральному законодательству, так и по республиканскому, назначается только по одному основанию, по выбору самого гражданина. Да, да. Но это касается ЕДВ из выплат. О демо, ну, расскажу далее. О наборе социальных услуг, да, и о том, какие категории граждан имеют право на его получение, мы уже немного сказали, да. Что еще вот в этом плане мы можем добавить? Еще есть какие-то у нас добавления по этому поводу? Ну, мы рассказали о самом механизме его предоставления и о том, как от него отказаться или наоборот к нему вернуться. А что касается категории граждан, то это получателями НСУ являются исключительно федеральные льготники, которые являются получателями в то же время ЕДВ, потому что за счет ЕДВ и осуществляется оплата вот этого набора. Ну, к ним относятся инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, а также граждане, пострадавшие от радиации вследствие аварии на ЧАЭС, производственного объединения маяк и вследствие испытаний на всем полотенском полигоне, а также несовершеннолетние узники консулаберей и иных мест принудительного содержания. Куда гражданин может обратиться по вопросу получения льготной путевки, например? И каков порядок предоставления вот такой путевки? Имеются ли категории граждан, имеющих право на внеочередное получение таких путевок? По вопросу получения путевки гражданину, который обладает таким правом, необходимо обратиться в учреждение фонда социального страхования по месту своего жительства. Подать соответствующее заявление, к которому приложить справку, если не ошибаюсь, форма 070У4, которая выдается медицинским учреждениям, где он состоит на учете. Предоставление путевок осуществляется в порядке очередности и в рамках выделенных на эти цели бюджетных средств. К сожалению, внеочередного предоставления для каких-либо категорий не предусмотрено. Все осуществляется в общей очереди. Очередь это прозрачно. Ознакомиться со своей очередью можно на официальном сайте фонда социального страхования. Для этого достаточно в соответствующем разделе ввести свой номер с НИЛС. И вы увидите свою очередь. Спасибо. У нас есть звонок с вопросом от телезрителей. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите. Алло, мы вас слышим. Здравствуйте. Я хотела... Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела узнать по поводу льготы в депортированном. Вот если есть льготы мне и второму человеку в этой же семье, дают одному человеку в семье льготы. Почему? Нам же одному человеку только отдают, когда отдают. А ему почему второму не дают? Ну, смотря какую льготу, я думаю, это тоже имеет значение. То есть, наверное, по квартплощади, если, например, по оплате за коммунальные услуги, да, если человек прописан в этом же месте, и два человека проживают, понятно, дадут кому-то одному. Любые льготы, вот я смотрю, у кого бы это ни были, пусть учитель будет льготник, пусть будет депортирован льготник. Как учитель льготник дает на одного человека? Сколько-то кубометров, допустим, газа, цвета и прочее. И депортированным дают. Депортированные вот в вашем случае в разных местах проживают или в одном месте? Нет, в одной семье. В одной семье? По одному адресу, я имею в виду, да? Да, 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 по одному адресу. По одному адресу. Спасибо большое за ваш вопрос. По одному адресу и оба являются депортированными, да? Да, да. Понятен, да, вопрос? То есть, почему не предоставляются обоим льготы, да? Если члены семьи, несколько из них являются реабилитированными, то есть депортированными гражданами. Здесь это все в пределах норматива. И норматив он учитывается, и даже если оба члена семьи, насколько я помню, по соответствующему представлению Совета Министров, даже если оба члена семьи. По идее, должны распространяться на обоих такие льготы? Ну, на льготника. Кто имеет такую справку о реабилитации, может подтвердить. Но я думаю, что касательно других льгот тоже так должно быть. И в транспорте, соответственно, оба они могут пользоваться льготой. В транспорте, естественно. За подключение газа к каким-то другим коммунальным службам? Ну, подключение газа здесь на один лицевой счет получается. Поэтому на чей лицевой счет, на того и будет оформляться соответствующая льгота. Спасибо. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за ваш вопрос. Я не знаю, так можно сейчас сориентироваться в рамках прямого эфира и что-то посоветовать? Надо видеть документы. Я не знаю, так и отсталкивался с подобной ситуацией. Если в справке не будет указано, что бабушка вместе со своими, ну, с матерью, как я понял, не содержались в концлагере, либо в тюрьме, либо в каком-либо ином месте принудительного содержания, просто были направлены для работы на предприятии, то получить этот статус, к сожалению, не получится. Потому что должно быть указано в архивном документе, что находились непосредственно в таком вот месте. А вот такая вот справка, она просто не подтверждает того, что человек в соответствующем месте находился. Да, направлен на работу, но ведь работая на этом заводе, он мог проживать и где-то в квартире, и в общежитии, и, соответственно, такая справка не будет являться. Законодательством не предусмотрено, да? Если же, конечно, человек настаивает на своем праве, он может обратиться в суд для установления юридического факта, и тогда уже решение суда будет являться документом, который будет основанием для установления такого статуса. То есть можно попробовать в судебном порядке в таком случае отставить свое право? С другой стороны, если осталось удостоверение украинского образца, потому что в Украине порядок был иной, и можно было установить такой статус себе по показаниям даже свидетелей, насколько я помню. И если остается украинское удостоверение, то республиканским законодательством предусмотрены льготы для тех граждан, у которых остаются правоустановляющие украинские документы. Там несколько меньше ЕДВ, но в принципе определенными льготами они тоже пользуются и по проезду, и по компенсации затрат на коммунальные услуги. Спасибо. А скажите, пожалуйста, каким категориям граждан предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и в каких размерах? И еще вот интересует такой вопрос, индексируется ли это выплата? Что касается федеральным льготникам, то указом президента Российской Федерации 30 марта 2005 года номер 363 о мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан в связи с празднованием 60-летия Победы Великой Отечественной войны, предусмотрено дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 1000 рублей для инвалидов войны, ветеранов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников, концентрационных лагерей и иных мест принудительного содержания. А также в размере 500 рублей для совершеннолетних узников таких мест и для лиц, имеющих знак житель блокадного Ленинграда. Так как данным указом президента эти выплаты утверждены в фиксированных размерах, соответственно, индексации они не подлежат. Кроме того, статьей 8 закона Республики Крым об особенностях установления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым, предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение тем лицам, которые в соответствии с законодательством, которое у нас действовало на территории Республики Крым, по состоянию на 21 февраля 2014 года, являлись получателями пенсии за особые заслухи перед Украиной, предусматривается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размерах от 25 до 40% социальной пенсии, установленной пунктом 1, части 1 статьи 18 Федерального закона о государственном пенсионном обеспечении. И так как размер этого демо привязан к размеру пенсии, которые у нас индексируются все, соответственно, будет индексироваться и размер вот этого дополнительного ежемесячного материального обеспечения. Также следует отметить, что в отличие от ЕДВ, гражданин, имеющий право на дему как по федеральным нормам и по нормам законодательства Республики Крым, может их получать одновременно. То есть, приведу пример. Если человек является инвалидом войны, и в то же время он был получателем ранее пенсии за особые заслуги перед Украиной, в связи с тем, чтобы он награжден определенными наградами, он получает и тысячу рублей федерального демо, и демо, предусмотренное республиканским законодательством. Спасибо. Виталий Александрович, у нас звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Да, да. Задавайте ваш вопрос. Полковник запаса, кадровый офицер, вопрос следующего порядка. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, согласно закону Украины об инвалидах, в пункте 7 установлено было к инвалидам войны относятся лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции и получившие заболевания, связанные с ликвидацией последствий аварии, призванные военкоматами и кадровый состав. Вот. Поэтому нам было предоставлено инвалида войны статус. В России сейчас этого статуса у нас отобрали. Как быть? Ну, на самом... Что можно сказать? Спасибо. Да, действительно, статуса инвалида войны для этой категории граждан федеральным законодательством не предусмотрено. Но, опять-таки, для данной категории лиц предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки законодательством республиканским. Ну, возьмем, к примеру, льготы по оплате коммунальных услуг. Человек будет иметь 50% как чернобылец или чернобылец по федеральному законодательству. И, кроме того, для данной категории лиц дополнительно предусмотрено 50% компенсации по законодательству республиканскому, что в сумме составляет 100%. Соответственно, те меры соцподдержки, которые он получал при Украине, ему сохраняются в настоящее время. Ну, путем... В соответствии, да, с нормой законодательства двух уровней, как федерального и республиканского. Спасибо. И в завершении у нас осталось несколько минут уже до конца нашей передачи. Скажите, пожалуйста, ранее в Украине действовал закон, да, по которому одним из самых многочисленных льготных категорий граждан были дети войны. Какие гарантии для этих граждан предусматривает законодательство Российской Федерации? Сохранены такие же самые законам республики Крым о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих в республике Крым, статьей 7. Предусмотрены для данных категорий граждан льготы в виде 25% компенсации расходов на коммунальные услуги, также льготы по бесплатному проезду в пригородном и городском транспорте. Единственное, что нужно учитывать, что льготы, потому что часто нам поступали такие жалобы, получаем льготы по коммунальным услугам, а не получаем по расходам на содержание жилого помещения. Льготы по коммунальным услугам не предусматривают компенсацию расходов на содержание жилого помещения. И в украинском законодательстве это также отсутствовало. И последний вопрос на сегодня. Какие нарушения прав граждан касательно социальной защиты являются наиболее распространенными на сегодня? Наиболее часто встречающимися в нашей практике оказываются нарушения, связанные с необеспечением доступа для инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, как показала практика. За последний, за этот год и за предыдущий год, вследствие принятых нами мер, обеспечена доступность более чем к 100 объектам социальной инфраструктуры. И в принципе можно сказать о том, что если нарушаются права граждан касательно социальной сферы льготного обеспечения, то они могут обратиться в прокуратуру за защитой своих прав по месту, наверное, в первую очередь по месту регистрации, в городские районные прокуратуры. Если не согласны с ответом местной прокуратуры или обжалуют действия какого-то органа республиканского значения, то тогда уже такими жалобами занимается прокуратура республики. Можно обратиться уже к вам непосредственно в республиканскую прокуратуру. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам сегодня в студию и разъяснили законодательство для наших телезрителей касательно социальных льгот и социальной защиты граждан. Телезрителям я напомню, что мы говорили о защите прав льготной категории граждан. На вопросы отвечал прокурор отдела по соблюдению прав и свобод граждан прокуратуры республики Крым Виталий Коваленко. На этом у меня все. До встречи в следующую пятницу в 19.00. Хороших вам выходных.